Друзья, всем привет! Сегодня мы говорим о такой теме, как правильно подготовить свои устройства к очередному обновлению HyperOS. И речь конечно же идет про обновление до HyperOS 2.0, которое вот уже в скором времени будет приходить на наше устройство. И потому предварительная такая подготовка крайне важна для наших смартфонов. И в этом видео я вам поделюсь своим опытом того, что я лично делаю перед очередным обновлением, ну и в принципе как можно настроить таким образом свой Xiaomi. Так что присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Понятное дело, что выход нового обновления это всегда очень интересная история. Но не всегда она будет очень такой положительной для нашего с вами смартфона. В частности я помню, когда выходила HyperOS первая версия, как бы все бежали, устанавливали и как бы не задумывались о том, что там к примеру с батареей будет какая-то там проблема. Но как бы то уже было все равно всем, все хотели попробовать именно HyperOS 1.0. И потому первый мой совет перед обновлением, важно удостовериться в том, что с прошивкой все нормально. Что на низокирпичи твое устройство, что оно там допустим не приведет его в бутлуб какой-нибудь или же еще в какой-то режим. Так что это очень важно. Второй момент. Вы должны отключить автоматическое обновление. Для этого вы зашли в настройки о телефоне, дальше нажимаете вот здесь по центру на HyperOS, вверху выбираете три точки и нажимаете настройки. Здесь вы отключаете загружать через Wi-Fi и тогда у вас вообще тут все будет по фэншу и все будет очень красиво. Если же вы все же любите загружать по Wi-Fi прошивки, но при этом чтобы автоматическое обновление у вас не происходило, вы активируете первую функцию, а вот третью опцию вы оставляете выключенной. Но опять же, как я сказал, что от себя лично рекомендую полностью в данном разделе все отключить. Только после того, как вы удостоверитесь в том, что с обновлением все хорошо, вы можете его установить. Следующая моя рекомендация касается отключения обновления стоковых компонентов. Потому что да, как бы иногда могут приходить некоторые версии из новой оболочки на старые версии прошивок. Что может привести к определенным проблемам, как это было, допустим, с той же шторкой, которую многие захейтили и после чего многие не хотели обновляться до HyperOS. Но там все было очень прозаично, разработчики тупо взяли и кинули на MIUI эту версию, которая с ней не будет совместима. Из-за этого многие получили проблемы, ребуты, там очень много было слез пролито. Ну, в общем, я от себя лично рекомендую отключать обновление компонентов. Все так же нажимаем вверху на три точки, далее обновление компонентов и вот здесь автоматическое обновление. Также я вам рекомендую эту всю историю отключить. И чуть я еще не забыл вам рассказать про еще один момент в разделе о телефоне. Это, конечно же, перед новой прошивкой я вам рекомендую скачать полный файл прошивки, для того, чтобы всевозможные мелкие баги, фрезы, недочеты были устранены именно полным файлом. Потому как вы знаете, что нам приходит обновление OTA-файл, то есть файл, который не является полной прошивкой, там где-то он может быть обрезанным 19 мегабайтов, там 500, там гигабайт может быть. А полный файл прошивки может весить там начиная от 4 и до 8 гигов, то есть на новых аппаратах прошивка весит 8 гигов. И для того, чтобы вам скачать полный файл прошивки, необходимо зайти как раз в обновление системы, вверху нажимаете три точки и скачать полный файл прошивки. Если же она есть на сервере, вы без всяких проблем ее загружаете, дожидаетесь, когда она у вас полностью прогрузится, и дальше нажмете перезагрузить. Так что это также очень важно. Далее, что еще я бы лично на своем примере делал в плане обновления? Это конечно же резервная копия. Очень важный компонент, потому что многие о данном вопросе забывают и потом теряют кучу данных, и после чего не знают, как это все восстановить. Вы сможете выбрать для себя любой удобный вид резервного копирования в разделе о телефоне, чуть ниже опускаетесь и раздел резервирования и восстановления. Если, допустим, вам удобно взаимодействовать с компьютером, вы делаете большую такую резервную копию на как раз ваш компьютер, и после чего вы сможете восстановить эту большую резервную копию. Если вам удобно, допустим, в тот же Xiaomi Cloud всю информацию сгрузить, вы нажимаете, входите в свой аккаунт, и большая часть данных у вас попадает в Xiaomi Cloud. Я на своем примере как-то пытался туда кидать резервные копии, и, собственно, мне понравилось, как эта вся история у Xiaomi реализована. Хоть я, конечно, на постоянке пользуюсь немножечко другим брендом, не Xiaomi-шным, понятное дело, то там как бы тоже реализована история в плане резервного копирования. И вот, в принципе, облачные все эти сервисы, очень удобная история. Потому также вам рекомендую этим пользоваться. Но если вам, допустим, комп не подходит, Xiaomi Cloud не подходит, то есть, конечно же, у нас и резервирование Google. Все также создается большая резервная копия, после чего вы сможете оттуда вытянуть и восстановить все необходимые вам данные. И, наверное, самое важное перед такими колоссальными обновлениями, это откат стоковых приложений. Как вы знаете, что часто выходят новые прошивки, в которых появляются новые версии стоковых обновлений. Вот как, допустим, это было, ну, к примеру, с приложением «Безопасность», там она уже 10.1.1 есть, там системная оболочка выходит новая, там пока лаунчер условно выходит, часы и погода, ну и так далее. То есть, те версии, которые немножечко опережают события, которые мы можем уже сейчас поставить на HyperOS 1.0. Но как только мы с вами получаем уведомление о том, что нам выходит новая версия, я все же рекомендую вам выполнять откат этих стоковых приложений, чтобы потом не возникало никаких конфликтов. Если вот, допустим, вы, получается, наблюдаете у себя такую же картину, как и у меня, в плане того, что нельзя откатить версию стокового приложения, не переживайте. Это означает, что по умолчанию самая минимальная версия этого приложения является следующей. И вот на моем примере на смартфоне Poco F6 с прошивкой 1.0.8.0 получается у меня версия 8.9.4. И ниже ее я никак не откачусь. Если у вас тут там установлены версии 10.1.1, системная оболочка 5.39, ну и тому подобное, все так же делайте откат без всяких там угрызений совести, но при этом вы будете понимать, что ваше устройство полноценно и без всяких проблем обновится до, допустим, там HyperOS 2.0. Да, вы можете сказать, что все эти советы, они банальные, что эти советы в принципе каждый знает, но я считаю, что лучше еще раз об этом проговорить, вам напомнить о том, что необходимо делать, и чтобы в случае, допустим, обновления до HyperOS 2.0 вы не получили проблем со своим смартфоном. И каждый для себя уже пусть выбирает, стоит ему это все выполнять или же нет. И возможно у вас есть еще и свои какие-то пожелания насчет вот данного вопроса в плане советов и подготовки к новым обновлениям HyperOS, если да, то напишите об этом в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все, спасибо за внимание и до новых встреч.